Здоровое питание, полноценный сон, двигательная активность и отсутствие вредных привычек. Все эти факторы, повышая иммунитет, снижают риск развития онкологических заболеваний. Ведь рак возникает в те периоды, когда защитные силы организма чем-то истощены. В норме у человека всегда образуются опухолевые клетки, но организм справляется с ними. То есть он постоянно их и продуцирует, и их же уничтожает. Инфекционные осложнения какие-то случились, стресс, разные события могли произойти, или перенесенные какие-то токсические воздействия в жизни. Все это могло, может привести к внезапному появлению заболевания. Также питание, допустим, потребление красного мяса постоянно, тоже копченостей, жареного мяса с обугленностью. Это все факторы риска возникновения онкологии. Как и классической онкологии, да, раков, так и наших онкогематологических заболеваний. Повышение температуры тела, озноб, боль в горле и суставах, слабость, усиленная потливость, особенно по ночам, эти симптомы могут свидетельствовать не только о гриппе, но и о развитии такого грозного заболевания, как лейкоз, рак крови. Есть разные варианты лейкозов, это хронические и острые. Острый лейкоз называется острым, потому что его начало обычно внезапное. То есть пациент на фоне благополучия внезапно начинает болеть. Обычно это проявляется в зависимости от симптомов. Какой росток крови задет, то есть это или снижение репроцитов, это будут симптомы анемического синдрома, это снижение гемоглобина, слабость, головокружение, утомляемость, снижение толерантности к физической нагрузке, появление одышки в покое. Если при лейкозе злокачественный процесс затрагивает в первую очередь костный мозг, то лимфома – это поражение лимфатической системы. Больные клетки образуют скопление в лимфоузлах, а также во внутренних органах. Симптомы лимфомы, они очень схожи с воспалительными симптомами. Например, повышенная потливость, как ночная, так и дневная. Может быть увеличение одного несколько лимфоузлов, их прогрессивный рост. Например, может быть кожный зуд, увеличение печенной селезенки и повышение температуры тела без признаков других каких-либо инфекционных, воспалительных процессов, без видимой причины. И резкое снижение массы тела, существенное снижение за довольно короткий период может быть. Еще одно распространенное заболевание крови – множественная миелома. Самым распространенным симптомом при миеломе является боль в костях. Она может быть и тупая в течение нескольких месяцев, не прекращающая, не отвечающая на приемы нестероидных противовоспалительных препаратов, либо простреливающая боль в костях, когда повышается температура, болят все кости. И такое может быть не там один-два дня, а долгий период времени, и пациенты чувствуют, делают, допустим, рентгенографию, а у них сломано ребро. Такое очень часто бывает. Ну и сразу этот звоночек, что надо дальше обследоваться, не только делать рентгенографию ребра, но и других костей скелета, издавать лабораторные методы исследования, делать общий биохимический анализ крови, чтобы выявить, есть ли там какие-нибудь отклонения. Стоит помнить о том, что заболевания крови могут годами развиваться и без ярких симптомов. Поэтому так важно хотя бы раз в год сдавать анализы. Необходимо проходить диспансеризацию ежегодно, сдавать клинический анализ крови, биохимический анализ крови. Обязательно ходить к врачам-терапевтам, чтобы они смотрели и лимфатическую систему, и селезенку, и печень. При наличии каких-то признаков, которые не нравятся терапевтам, не обязательно будут направлять пациента в гематологу. Как правило, пациента, узнавшего об онкологическом диагнозе крови, ждет долгое лечение, которое может растянуться на несколько месяцев или даже лет. Но хорошая новость в том, что в конце этого пути больной с большой долей вероятностью избавится от болезни или выйдет в ремиссию. Большинство пациентов живут, выживают. Более молодых пациентов можно полечить радикально. Молодыми у нас считаются младше 65 лет пациенты. В этом случае они подлежат в большой вероятности высокодозным режимам, после которых большой шанс достигнуть ремиссии или, если можно так выразиться, избавление от болезни. Но все равно дальнейшее лечение тоже потребуется, чтобы не дать болезни выйти наружу. Нина Ивановна прошла уже большую часть пути по преодолению болезни. О своем диагнозе острый лейкоз женщина узнала еще три года назад. Мне провели три курса химиотерапии. И было назначено 10 поддерживающих курсов химиотерапии. Сейчас я уже провожу девятый курс. По окончании этого лечения или я буду принимать препараты, или же буду делать пересадку костного мозга. Пересадка костного мозга – эффективный способ борьбы с онкологией крови. И несмотря на то, что эта процедура не из легких, сегодня врачи ее могут проводить даже пожилым пациентам. Она бывает аутологичной, это пересадка своих собственных стреловых клеток, либо аллогенной, это пересадка донорских, это либо пуповинная кровь, либо родственник, либо неродственный донор, который подходит по определенным белкам. Этот метод применяется в основном у молодых пациентов до 65 лет. Но в современной медицине стремятся применять этот метод даже у пациентов старшей возносной группы. То есть и 80 лет есть случаи клинические и с хорошими ответами. Чтобы не пропустить заболевания крови, проходите диспансеризацию. А если серьезный диагноз уже прозвучал, обращайтесь к знающим и неравнодушным специалистам, которые смогут подобрать эффективное лечение. В моем отделении работают первоклассные специалисты, молодые, живые, готовые всегда идти в бой, если надо, бороться. Наша цель в первую очередь это спасти жизни людей, подарить им, как можно сказать, вторую жизнь, второе рождение, для того, чтобы они жили долго и счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok